9 февраля 1923 года Совет труда и обороны СССР принял постановление об организации Совета по гражданской авиации. Именно в этот день, в 1923 году, в нашей стране появился воздушный флот, в чьи задачи вошло перевозить пассажиров, путешествующих по служебным или личным делам, почту и разного рода грузы. Первая авиакомпания называлась «Добролёт». В 1932 году у гражданской авиации изменилось название «Добролёт» стал Что в переводе с латинского означает «авиация»? Небо, птица, полёт. Кто были первыми пассажирами на воздушном шаре братьев Монгольфье из Франции? Баран, утка, петух. Свинья, утка, петух. Козёл, баран, кошка. Как называют человека, который управляет самолётом? Управляющий самолётом. Капитан самолёта. Командир самолёта. Как называется воздушная качка при полётах? Болтунья, болтовня, болтанка, болтушка. Как в авиации называется полёт на предельно низкой высоте? Бреющий, стригущий, причесывающий, опоясывающий. Какой цвет имеет авиационный чёрный ящик? Белый, оранжевый, синий, чёрный. Кто такой авиадиспетчер? Авиационный специалист, осуществляющий контроль за техническим состоянием самолёта. Специалист, который объявляет о взлёте и посадке в самолёт. Авиационный специалист, осуществляющий контроль и обслуживание воздушного движения с диспетчерского пункта. Назовите самолёт, приспособленный для взлёта с воды и посадки на воду. Аквасамолёт, гидросамолёт, турболёт, водный самолёт. Что такое фонарь кабины? Осветительный прибор, локатор, приставная лестница, прозрачная часть пилотской кабины. Как назывался самолёт, спроектированный русским морским офицером, изобретателем, инженером Александром Фёдоровичем Можайским? Птица, синица в небе, жар птица. 28 августа 1913 года этот пилот на самолёте выполнил мёртвую петлю. Назовите имя лётчика. Нестеров Пёрд Николаевич, Оточкин Сергей Исаевич и Дыбовский Виктор Владимирович. Кого из этих учёных называют отцом русской авиации? Николая Егоровича Жуковского, Сергея Алексеевича Чаплыгина. В честь какого богатыря назван российский самолёт, разработанный под руководством авиаконструктора Игоря Ивановича Сикурского? Ильи Муромца, Добрыни Никитича, Алёши Поповича. Конструктор Поликарпов Николай Николаевич создал двухместный учебный самолёт У-2. Во время Великой Отечественной войны он стал ночным бомбардировщиком. Немцы его называли «Русфанер». В 1944 году его переименовали. Как стал называться самолёт? Как назывался первый маленький деревянный самолёт советской гражданской авиации, созданный в 1923 году конструктором Хеони? «Гусь-Лебедь», «Конёк-Горбунок», «Лада-Калина», «Чудо-Юда». Советский самолёт Ант-25 18 июня 1937 года начал первый в мире беспосадочный перелёт по маршруту Москва-Северный полюс Соединённые Штаты Америки, успешно завершив его 20 июня. Назовите командира экипажа. Александр Беляков, Валерий Чкалов, Георгий Байдуков Эльза Эдуардовна Городецкая, первая стюардесса Советского Союза, обслуживала пассажиров рейса Москва-Ашхабад 5 мая 1939 года на борту 21-местного самолёта ПС-84. В штатном расписании тогда не было должности бортпроводника, поэтому девушку оформили кладовчицей, буфетчицей, уборщицей. В Советском Союзе первый испытательный полёт на этом самолёте был совершён 31 декабря 1968 года. Это был первый в мире полёт сверхзвукового пассажирского самолёта. Назовите тип самолёта Ту-154, Ил-62, Ту-144. Назовите самый тяжёлый грузоподъёмный самолёт, который поднимался в воздух. Ан-225 Мария, Ан-102, Ан-200, Ан-24. Какая из перечисленных групп выполняет фигуры высшего пилотажа на тяжёлых истребителях? Русские Витязи, Стрижи, Соколы России, Первый полёт. В честь какой лётчицы названа одна из улиц в округе «Майская горка»? Чьё имя носит аэропорт в городе Архангельске? Михаила Васильевича Ломоносова, Фёдора Александровича Абрамова, Бориса Викторовича Ширгина. Люди убедились, что самолёты могут летать когда угодно и куда угодно. Современные самолёты служат различным целям. Перевозка пассажиров, транспортировка грузов, тушение пожаров, оказание срочной медицинской помощи. Это гражданская авиация. Не рассказать, да и не предсказать Того, что в жизни было и что будет Но ветры наши души не остудят И трудно узы неба развязать Оно в картинах вечной красоты Оно в многоголосе эфира Оно зовёт нас вновь по трассам мира Нести свой крест до финишной черты Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова